О том, что Никол безропотно выполняет все приказы Анкары и Баку, не только в области внешнеполитического курса страны, но и в вопросах исключительно внутренней повестки, общеизвестно. Сдача Арцаха, уступка анклавов, отказ от памяти геноцида, смена Конституции, изменения в учебниках, ликвидация уголков славы в школах, развенчание героев, девальвация национальной идеи и патриотизма, насаждение животного страха перед озера турками, превращение нации в дегенеративный сброд, отказывающийся от своей исторической идентичности – все это очевидно. У думающей части общества не может возникнуть и тени сомнения на сей счет, обладающими способностью мыслить людьми эта объективная данность воспринимается абсолютно адекватно. Все ясно как день, и это тот случай, когда, как выразился бы известный булгаковский персонаж, и доказательств никаких не требуется. Однако есть один существенный, а точнее, самый главный вопрос, который теряется в густом ворохе общественной риторики о предательстве Пашиняна и его клике, тем самым уводя за собой взобвение и ответ на него, в чем, естественно, заинтересован именно Никол. Его абсолютно не пугают и не останавливают сами по себе бездоказательные обвинения в предательстве и беспрекословном исполнении воли Эрдогана с Алиевым. Он может отбиваться от этих обвинений своей демагогической риторикой хоть тысячу лет, подобно Кащию, которого никакой железный меч не берет и никакое копье не протыкает. Но если продолжить аналогию со сказочным персонажем, то, подобно Кащию, и у него есть тот самый тайный сундучок с зайцем, уткой, яичком и тонкой-притонкой иголочкой, обломи которую и власти Дживанского смутьяна, и сам он в долю секунды рассыпаются в прах. Так что же это за вопрос и ответ на него, оставшиеся без должного внимания, хранящие и тайну предательских действий Никола, и мотив его халуйского подчинения турка азербайджанскому тандему? А вопрос, сундучок этот таков, с какого именно момента Пашинян начал явно выказывать свой неприкрытый страх перед турецкой угрозой и проводить политику удовлетворения повально всех требований Анкары и Баку? Разобьем для ясности этот вопрос на фрагменты, после чего началась интенсивная работа по созданию турецко-азербайджанской переговорной площадки. После чего Алиев впервые со дня подписания перемирия от 9 ноября 2020-го ввел в повестку вопрос о силовом захвате Зангизурского коридора. После чего Жанна Андреасян в качестве замминистра, а затем и министра Монгс, развязала кампанию по уничтожению в вузах и школах страны методики национально-патриотического воспитания и начала пропаганду изучения турецкого языка. После чего Пашинян и его клика ввели в оборот дискурс о необходимости отказа армян от исторической памяти, связанной с 1915, 1918, 1988, 1994 годами. Список можно продолжать до бесконечности. В целом читатель сам может проверить хронологию пашиняновских турецко-азербайджанских инициатив и удостовериться, что берут они на чалос. Вот мы и дошли до ответа. Они берут начало с февраля 2021 года, точнее с того окутанного тайной дня 25 февраля, когда армянский генералитет практически всем составом решительно потребовал отставки Пашиняна. Но спустя всего день требование было отозвано, а подписанты разбрелись во своясе. Некоторые отреклись от своей позиции и вновь присягнули главнокомандующему. Так что же тогда случилось или могло случиться, перестрахуемся от обвинений в клевете. Читатели наверняка помнят, что поступок армянских генералов публично осудила только Турция в лице Эрдогана и тогдашнего главы МИД этой страны Мевлюта Чивушаглу. Даже Вашингтон заявил, что не видит в действиях армянского генералитета попытку военного переворота. Вероятно, все помнят и слухи, которые мимолетом пронеслись в Медиаполе, но потом почему-то быстро испарились об угрозе Министерства обороны и Генштаба Турции ввести в Армению войска и предотвратить военный переворот. Тогда на просьбу прокомментировать эту информацию глава Генштаба ВС Ра Оник Гаспарян ответил молчанием, что по сути не опровергла ее достоверность. Зато поведение генералов, вначале заявивших о готовности законным путем сместить недееспособное правительство, а затем пошедших на попятную, наталкивает на очень любопытные размышления. Спрашивается, если угроза турецких военных имела место быть, что очень близко к истине, как бы они оправдали свое вмешательство в дела суверенного государства и фактическую его интервенцию? Ведь такие действия никто из мировых акторов, центров и наднациональных структур не простил бы Анкаре, вне зависимости от того, приветствовали бы они смену власти в Ереване или окрестили бы ее антиконституционным военным переворотом. Ответ предельно просторечный. Вторжение в Армению турецких сил могло бы получить международную легитимность лишь в одном случае, если бы об этом турков попросили из Еревана. Кто? Никол Пашинян собственной персоной. Только всенародный избранный в Арчапит мог легитимировать турецкое вторжение. И только этот факт объясняет запредельную уверенность Анкары в требованиях к армянскому генералитету и обществу остепениться и отступить от своих намерений. Еще один вопрос, снимающий сомнения по поводу решения Никола прибегнуть именно к турецкой помощи. Могла бы какая-нибудь иная соседняя страна, кроме Азербайджана, также быть заинтересована в сохранении Пашиняновской власти настолько, чтобы отважиться сделать это ценой военного вторжения? Уже точно не Россия и не Иран. И, наконец, последний риторический вопрос в этом контексте. Возможно ли, чтобы, получив просьбу Пашиняна о помощи силой, либо предложив ее первой и получив положительный ответ, турецкая сторона предусмотрительно не задокументировала все эти прямые, либо опосредованные тайные переговоры? Думается, сомнений в этом быть никак не может. Следовательно, речь идет о надежном крючке политического шантажа, соскочить с которого не представляется возможным, разве что ценой самой страшной судьбы для себя и не только. Попавшему на такой крючок субъекту остается только с каждым днем еще больше вестись на шантаж и беспрекословно выполнять до абсурда, противоречащие национальным интересам своей страны, предписания. Это замкнутый круг, выбраться из которого уже никак не получится. Конечно, эти размышления, за отсутствием прямых доказательств, являются гипотетической версией. Однако она опирается на хронологию событий и логику. В таком сочетании пазл складывается, и на первый взгляд абсурдное поведение армянской власти приобретает вполне объяснимый и до тривиальности примитивный смысл. История подсказывает, что любое предательство проистекает из желания приобрести или сохранить что-либо, но затем оно множится и растет уже из страха потерять все, в том числе жизнь и репутацию. Единственный мифический персонаж, вырвавшийся из этого круга, Иуда Искариот. Однако Пашинян не обладает его мужеством. Следовательно, нужно искать николовский сундучок с тоненькой иголочкой. Если не в вышесказанном, то в каком-нибудь ином ракурсе. Ведь где-то он обязательно существует. Субтитры создавал DimaTorzok